Историум ТВ Мой господин, всё исполнено. И ушло на это дохрена времени. Умерли не меньше трёх тысяч песцов, а у меня от чего-то голова разболелась. Но сообщение разошло на во все отделения Инквизиции и Экклезиархии в Галактике. Мой господин? Алло, вы что, спите? Повелитель. Я не вспомнил задание, кое вы доверили мне. Странствуя по Галактике, я отыскал 12 индивидуумов, крепких духом, умелых и решительных. Прошу, оцените их. И тогда я смогу пощадить мой самою. Ты достойно справился, мой верный слуга. Я доверил тебе отыскать самых надёжных и пытливых людей в Галактике. И ты добился успеха. Я доволен твоим выбором, Малкадор. Благодарю, поверитель. Они станут первыми из тех, кто будет вечно хоронить Империум. Не пристанно искореняя елюсь, я берегаю человечество от падения в бездну хаоса. Теперь, когда мой последний долг исполнен, я должен отдать за вас жизнь, мой Император. Малкадор. Узрите же величайшую жертву нашей эпохи. Нет более Малкадора Сигелита. Отныне и впредь пусть именуют его Малкадор Герой. Малкадор Герой Мой господин, вы не спите? Конечно нет, хуистоди. Не видишь, что человек охвачен волнующими воспоминаниями? О, мне правда жаль, господин. В общем, всё исполнено. Сообщения разосланы. Хорошо. Как они посмели обосрать жертву, принесённую самым верным моим слугой? Превратить основанную им организацию в элитарный клуб пиздец? Им нет прощения. Простите, владыка, я, кажется, не улавливаю. Малкадор Герой. Ранее известный как Малкадор Сигелит. Мой братан по жизни и первый верховный лорд Терры. Он правил Империумом и оглашал мою волю, пока я возился с этим троном. Если бы не мой никчёмный сынок Магнус Зубрила, которому вот прям надо было поддаться на искусы хаоса и со всех своих сил отправить мне мозгосносящую смс-ку, защита моего величайшего проекта, человеческой паутины, уцелела бы, и Малкадору не пришлось бы жертвовать собой. Оу. Так, эээ... Во всем виноват Магнус? Определённо. Если бы я мог, то беспощадно хлистал бы его по жопе, пока она не покраснеет так, что лицо Магнуса покажется бледным на её фоне. А, понятно. Кстати говоря, а Магнус ещё жив? Хм, последнее, что слышал, он теперь князь демонов, пребывает в оке ужаса на планете Чернокнижников. Звучит, блядь, по-настоящему задротно. Как раз в его стиле. Потом отправишь туда этих смурфов-ультрадесантников, пусть попробует схватить Магнуса и доставить его ко мне. Если они облажаются, то хотя бы вылечатся от снобизма. А если добьются успеха, я шлёпаю Магнуса, так что мы по-любому в выигрыше. Хорошо, мой господин. Запомню и передам кому-нибудь. Так, интересно, как там дела с распуском всех этих поганых культовых организаций? Нет никаких сомнений, коллеги-инквизиторы. Автор этого послания — Еретик. Да, Еретик Нотерре, выдающий себя за святейшего бога императора человечества. Наверняка это культ не демонов. Культ. Должно быть, это культ. Да, культ гинокрадов. Нельзя позволить всему Еретику продолжать в том же духе. Но мы же не можем экстреминировать Святую Терру, да? Не думаю. Это было бы против здравого смысла. Здравый смысл? Что ещё за херня? Нам нельзя провести экстреминаду Святой Терры, нет! Но зато можно направить туда представителя Инквизиции как одного из верховных лордов Терры и добиться от остальных верховных лордов разрешения на тщательный поиск и зачистку по всей планете. Ха-ха! Звучит поистине круто! У нас получится экстреминатус вручную. Будем вышибать двери и сжечь дома. Может, заодно проверим, не является ли Терра миром гробницы? Теперь, мои братья и сёстры, радикалы и пуритане, вам нужно лишь выбрать меня, представителем Инквизиции. Тогда я поведу свой флот на Терру, найду грешника написавшего послание и убью его! За императора! Благодарим вас за просмотр! От лица проекта выражаем благодарность Бруве Альфа Бусе за авторский контроль. Рекомендуем подписаться на канал автора и на канал проекта Историум ТВ. Мы работаем для вас и ваша поддержка материальная или в распространении видео даст нам возможность творить контент и без рекламы. Вся информация в описании. Услышимся!